Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. С января 2024 года будут проиндексированы сразу несколько важных показателей. Так, в первую очередь, ожидается увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Предварительно показатель индексации установлен на уровне 7,5%, но прибавка может быть и выше, если по итогам года инфляция обгонит эту цифру. По последним данным Росстата, на начало декабря годовой уровень инфляции уже превысил планку 7,5% и сейчас составляет 7,52%. Прогнозы аналитиков Центробанка говорят о том, что по итогам года речь будет идти уже о 7,6%, а может и больше. То есть запланированная индексация не покроет издержки от официальной инфляции, не говоря уже о потребительской. Все это говорит о том, что в начале следующего года властям, скорее всего, придется увеличивать процент индексации и делать еще одну прибавку к пенсии. Судя по всему, это произойдет по аналогии с 2022 годом, когда в январе пенсионерам начислили основную индексацию, а в феврале им сделали доплату уже до фактического уровня инфляции. Далее, стоит обратить внимание на рост прожиточного минимума. Ведь от него зависит, какими будут минимальные пенсии в стране. С января следующего года минимум для пенсионеров на федеральном уровне вырастет до 13 290 рублей. Это значит, что минимум такую сумму будут получать все неработающие пожилые. При этом на индексацию с нового года смогут рассчитывать и работающие пенсионеры. Обычно пожилых людей, которые официально трудоустроены, обходят стороной с прибавками. Но в ближайшее время планируется повысить минимальный размер оплаты труда. А это значит, что работающие пожилые станут получать больше, тем более, что большинство пенсионеров как раз трудятся по минимальной ставке. В этот раз МРОД увеличится сразу до 19 242 рублей, то есть почти на 19%. Это будет рекордная индексация за все время современной России. Так сильно данный показатель в нашей стране еще не повышали, так что можно порадоваться и за эту категорию граждан. Ставьте лайк, если считаете, что пенсии необходимо повышать чаще и больше, а также напишите, как дополнительно можно было бы поддержать пенсионеров к этому новому году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова